друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте конечно же ставите лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркет со тоже подписывайтесь потому что там на ежедневной основе мы размещаем большое количество конкретных торговых сигналов и рекомендаций ну что ж сегодня после низко ликвидной торговой сессии понедельника на площадках буквально всех трейдеры и мы можем рассчитывать на всплеск волатильности более интересные движения рынок нефти сейчас бренд котируется на уровне 83 60 х и вчерашнего дня 84 58 и как вы помните наша с вами прошлая цель была заброшена на 85 долларов за баррель и я по-прежнему считаю что рынок туда и смотрит аналитики сити коммерцбанк прогнозируют что бренд быстро преодолеет 85 долларов за баррель и попробуют нацелиться на 90 долларов а есть и сторонники теории продолжающегося супер цикла цен на нефть которые в конце концов может завести актив в район 100 долларов и выше кстати очень интересная тема и мне не помешал бы фидбэк с вашей стороны если у вас есть мысли на этот счет думаете ли вы и полагаете что бренд реально может достичь такой юбилейной планки на снова по поводу причин почему рынок нефти сохраняет интерес к себе со стороны трейдеров и крупных и спекулянтов я думаю что основная причина это все еще актуальные хео топливно-энергетический кризис который я захлестнул всю мировую экономику некоторое время назад после того как китай повысил требования экологические стандарты к выбросам диоксид углерода и именно ажиотажный спрос на газ который мы наблюдали из ставшей причиной только за прошлый месяц роста цен на газовый контракт больше чем на 35 процентов сейчас логично толкает вверх и нефтянку потому что мало у кого есть уже средства покупать газ по тем ценам которые есть моменте все переходят на альтернативу но ладно слово все мы опустим многие переходят на альтернативу именно нефтепродукты которые априори связаны с на переработка сначала нефти по данным экспертов с аудиорамка не подсчитали что из-за последнего скачка цен на газ а если мы немного размоем а месячную динамику еще периодом более ранним с начала этого года когда котировки газа выросли с двух с половиной долларов почти до восьми можно сказать что такой рост стал причиной дополнительного повышения спроса на нефть в диапазоне от 500 тысяч до полутора миллионов баррелей в сутки друзья ошибка это действительно астрономические цифры но то такие вот причинно-следственные связи поэтому если нефтянкой интересуетесь пока что рынок смотрит вверх если согласны с тем что есть шансы побороться за более высокие уровни считайте что рынок новостной фон вам в этом пока благоволит евро против доллар ставка на шорт сохраняется 1 1557 сейчас котировки цель 1 15 и может быть даже будем ждать пару еще ниже перекосы рыночных настроений это один из основных аргументов которые я сейчас использую чтобы оправдать снижение евро против доллара но еще мне очень нравится идея контрастности монетарных политика на прошлой неделе мы помним согласно комментариям главы европейского центрального банка а кристин лагард мягкая экономическая политика в еврозоне это вот то что будет актуально для этого региона еще длительный период времени ну как минимум пару кварталов друзья это точно если опустить я на своем брифинге вчера также об этом говорил мою субъективную точку зрения что фид резерв все-таки не станет отказываться стимулирующей монетарной политики и обозначить общее рыночное мнение тех кто уверен что фрс концу этого года сократит программу количественного смягчения получается что фрс за жесткую политику европейский центральный банк за мягкую политику вот этим как раз и можно сейчас полностью оправдывать почему евро продолжит корректироваться по поводу других инструментов доллар канализ я также рекомендую держать шорт 1 24 87 цели серьезные это полноценный вызов для трейдеров 1 20 121 но потенциал упара действительно очень хороший потому что мы видим как положительным образом сказывается на динамике канадца рост цен на нефть мы видим хорошую статистику причем тренда сильных данных подтвержден не только в рынке труда канады напомню что в пятницу уровень безработицы в канаде по данным за прошлый месяц снизился до 6 и 9 процента семьи одного занятость была практически точно такой же как в штатах в плане роста 157 тысяч на там небольшое отклонение но если сопоставлять две экономики сша и канада тот понятно что канадская экономика явно выигрыши и я уже отмечал но мне кажется что а банк канады и банк англии будут следующими центральными банками которые пойдут на превентивные такие меры борьбы с перегревом на рынке недвижимости и может быть более высокими ценами на ценами потребительскими ценами которые явно недооценивались ранее до тех пор пока регуляторы не столкнулись с этим скачком цен на энергоносители поэтому если этот сценарий оправдается то действительно пара доллар канадец ее снижение может принести очень хорошую прибыль используйте это друзья биткоин который мы долго времени рассматривали но сейчас я думаю что нужно это сделать 57 тысяч мы уже видим на наших терминалах допускаю что движение в районе 60 это уже практически решенный вопрос китай который закручивал гайки майнингу торговли криптовалютами не смог а настолько испортить настроение чтобы спровоцировать мощный глобальный продолжительный исходящий тренда причины если у последнего на роста интереса к биткоину я думаю что это комментарий главы фрс джерома павла который отметил что не собирается регулятор и скажем денежные власти сша запрещать работу с криптовалютами непосредственно в штатах так как это сделали в китае напротив регулятор сейчас пытается всеми правдами неправдами создать некоторое подобие законодательные регуляции для этого сектора и как только это произойдет но считайте что может быть когда-нибудь американская экономика станет почему бы нет меккой для крипто энтузиастов что касается еще одного фактора это планы сек вот-вот согласовать и одобрить и тифа фонд на биткоин соответственно как только это произойдет блумберг считает что это может случиться до конца ноября но сроки скорее всего это уже первый квартал 1022 года как только это произойдет считайте что у крупных инвесторов институционалов которые обычные поддерживали цены на многие крипто активы на bitcoin появится возможность безопасно работать с этим инструментом в общем пока что восходящая тенденция все-таки большего приоритете и американский фондовый рынок смп 4329 пунктов возможно я поторопился вчера с открытием лангов но я сделал это в расчете на старт квартального сезона отчетности собственно мы ждем сегодня же первые результаты и на то что первые результаты банковского сектора могут все таки поддержать рыночные настроения и из-за того что еще склоняюсь в сторону того что фрс не станет отказываться стимулирующей политики это может создать условия для возвращения из mp в район четырех с половиной тысячи на пунктов на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока